Всем привет! С вами канал Тульского Экзотериума. Сегодня мы расскажем про плетевидных змей, что у них вообще в жизни происходит, какие проблемы и, в общем-то, коснемся даже вопросов содержания. Литевидная змея, в общем-то, названа так не зря, потому что, имея вот такое очень-очень тонкое телосложение, при этом в длину могут достигать двух с половиной метров, технически они являются ядовитыми. Ну, ядовитыми именно в биологическом плане, так как для человека они не представляют никакой угрозы. Их яды относятся к категории медицински незначимых. Но, тем не менее, ядовитыми мы их действительно называем, потому что их яд, он нацелен на действие на их непосредственные кормовые объекты. Это лягушки, это, собственно, гекконы, ящерицы и, в общем-то, прочих которых они могут поймать, и также птички. Но для человека никакой угрозы, опять же, не представляют. Плетевитки, имея такое невероятно забавное телосложение, очень часто любят использоваться как такая змея-мем, да, там, где змейки всегда подрисовывают ручки, там это «Я толстая!» Вот, и, в общем-то, за что снискала большую популярность, да. Ну и, опять же, за удивительные глаза, которые у нее есть, да, у нее горизонтальный зрачок, и она все время кого-нибудь подозревает. Вот, тоже, в общем-то, часто используется. Плетевитки, в общем-то, обитателей стран Юго-Восточной Азии, их четыре вида, они обитают, собственно, как на материковой части Юго-Восточной Азии, да, от Китая до Индии и Вьетнама, то есть все покрыто плетевитками. Также на островах Индонезии, Малайзии, Филиппинов, то есть очень распространенный вид. Многие из них, ну, собственно, непосредственно наши плетевитки, имеют такой салатовый цвет, за счет чего местное население очень часто принимает их за действительно, да, ядовитых представителей гадюковых, это куфи, которые тоже ведут древесный образ жизни, и, в общем-то, за счет чего плетевитки очень часто, к сожалению, страдают от местного населения, потому что местное население их просто истребляет, в общем-то, думая, что это опасная ядовитая змея. К сожалению, в общем-то, даже какие-то маломальские разговоры с местным населением, в общем-то, не особо помогают, да, поэтому, в общем, плетевитки страдают тоже, как и многие другие животные от местного населения. Есть очень много мифов касаемо плетевидных змей о том что ну плетевитки они живут максимум в неволе полтора года и надо их зачем-то кормить живородящими ящерицами они же заурафаги и заурафаги это животные которые непосредственно питаются только ящерицами на такое явление стенофагии здесь в общем то как всегда мифы породились новичками которые действительно не могут справиться с данной змеей это данная змея в содержании только не для новичков то есть она очень проблемная очень сложная и контролировать ее условия начинающим троремисту очень сложно хотя в списке видов маст хэв плетевитка для новичков просто одна из первых пунктов потому что да выглядит она очень классно на невероятно красивая комическая морда у нее вот поэтому новички хотят все вот но никто удержать не может но при этом многие новички начинают как раз распространять такие вот странные мифы сейчас мы немножечко попытаемся с ними разобраться первое плетевитки максимум живут полтора года в общем то это такая одноразовая змея в общем то это конечно же не правда по той причине что все всегда зависит от очень многих факторов и первое это конечно же правильные условия содержания до от правильного условия содержания для особенно террариумных питомцев это просто пункт номер один неправильно содержите соответственно рептилии в общем то погибает второй момент так как в террариумной культуре плетевидных змей практически никто не размножает очень мало людей у которых есть успешные именно момент до с разведением к сожалению плетевитки не особо в общем то закрепились террариумной культуре да потому что опять же повторюсь достаточно сложный вид поэтому есть совершенно большое поле для того чтобы к нам из-за границы приезжали именно природные особи плетевиток и здесь собственно тоже кроется одна из самых больших проблем молодых змеек в россию да в ту же ну и опять же ту же европу практически не приезжает из природы приезжают в основном либо подростки либо уже очень взрослые особи и здесь два момента опять же очень взрослые особи которые просто в общем то в силу силу возраста банально до проживут у вас полтора года и действительно погибнут банально от старости второй момент это чем взрослее змея тем больше запаразитованность собственно всевозможными червями всевозможные бактериалкой там которые внутри может жить да богатый внутренний мир листы могут быть как внутримышечные как подкожные внутри легочные то есть и за счет того что их очень много змее уже будет даже все равно какими глистогонными средствами даже будете пользоваться за счет этого конечно змейка тоже проживет очень недолго еще один момент почему так получилось что плетевитки очень мало живут это как раз таки мы переходим ко второму мифу что плетевиток зачем-то надо кормить живородящими ящерицами да там живородящими ящерицами прыткими ящерицами на то что можно поймать у себя в огороде там запастись на год вперед и вот все как будто будет хорошо. Этот миф, к сожалению, передается просто вот от одного новичка к другому. Да, плетевитки являются заурафагами, особенно некоторой популяции конкретно заурафагами, но надо понимать, что едят они гекконов, у которых очень тоненькая кожа, она очень нежная, и даже, да, просто если очень неаккуратно с этим гекконом обращаться руками, то пальцем вы банально можете содрать кожу. И именно таких гекконов плетевитки едят и прекрасно переваривают. Кожа прытких ящериц и тех же живородок, да, которые относятся к семейству лацерти, настоящих ящериц, она очень плотная, она практически не переваривается. И после нескольких таких кормлений плетевитка у вас просто действительно скончается от того, что у нее есть проблемы с ЖКТ. И, к сожалению, в общем-то, тоже за счет этого будут уже жить мало. Поэтому основной корм в условиях неволи для плетевиток являются только лягушки. И тут еще один камень преткновения. Лягушки только из группы бурых лягушек, да, то есть есть условные две группы. Это зеленые лягушки, куда относятся та же озерная лягушка, прудовая лягушка, съедобная лягушка. А есть группа бурых лягушек. Это травяная лягушка, остромордая, сибирская и прочие, да, то есть, в общем-то, так и отличаются, да, те коричненькие, и те зелененькие. Как раз-таки группа зеленых лягушек является достаточно опасным кормом для лягушкоедов, так как содержит большое количество батрахотоксинов кожи и, в общем-то, это, как правило, не очень хорошо влияет на здоровье лягушкоедов. Поэтому основным кормовым объектом опять у нас являются лягушки из группы бурых лягушек. Как только вы получаете уже вполне себе, да, там, подростка плетевитки, правильно его содержите, правильно кормите, плетевитка будет жить у вас очень долго и счастливо, вплоть до 10-15 лет, как у многих, кто работал с этим видом, то есть наши плетевитки уже десятый год живут, в общем-то, прекрасно себя чувствуют. И так как змея очень-очень длинная, да, до двух с половиной метров она может достигать, соответственно, террариум у вас должен быть соответствующих размеров, да, то есть, несмотря на то, что змейка свернется калачиком, она окажется очень маленькой, это не говорит о том, что террариум у нее должен быть 30 на 30. То есть, у нас вот здесь для пары плетевиток террариум где-то метр на 60 на метр, то есть это достаточно объемный террариум. Второй момент, крайне высокая влажность. Плетевитки очень быстро высыхают, кожа у них максимально быстро заветривается при отсутствии хорошей влажности, поэтому стабильная влажность внутри террариума должна быть 80-100%. С этим очень строго, да, то есть даже когда у вас будет достаточно сухо, плетевитку очень сложно будет облинять вручную, практически невозможно за счет того, что чешуя у нее очень-очень плотно прилегает друг к другу и лучше уж змея будет сама линять, чем потом вы будете мучиться часами, отковыривая каждую чешуйку. Третий момент, наличие живых растений. Живые растения и плетевитки это практически как одно целое, да, то есть живые растения мало того, что поддерживают как раз-таки высокую влажность в террариуме, они поддерживают здоровый микроклимат, который для плетевиток крайне полезен. И также по температуре. Многие думают, что плетевитки это какие-то очень супер теплые змеи, и здесь тоже есть некоторые проблемы, да, надо знать из какой области приехала ваша плетевитка, потому что если плетевитки из, например, более прохладных стран, да, например, тот же Вьетнам и Китай, то содержание, да, там, при фоновой температуре 30 градусов, там некоторые еще точку прогрева в 40 градусов ставят, то здесь, конечно же, змейка долго у вас не проживет, они достаточно прохладные, то есть в нашем террариуме у нас поддерживается температура фоновая 23 градуса, в точке прогрева 25, плюсом ночью еще немножечко опускается, поэтому жарить плетевиток в теплом террариуме, ну, такая себе, в общем-то, история. Но, если ваши плетевитки приехали, например, из Индонезии, да, там, с той же Явы, то здесь действительно должны быть такие более тепленькие условия, да, до 30 градусов, но, опять же, не надо никогда перебарщивать, потому что, опять же, плетевитки высыхают совершенно моментально, вот, поэтому вот такой вот момент, то есть по содержанию плетевиток, не сказать, что на самом деле все сложно, потому что здесь совершенно стандартный у вас будет флорариум, который вы будете поддерживать, просто высокую влажность, в общем-то, и плетевитки будут вполне себе хорошо. Ну, на этом мы заканчиваем, всем пока, подписываемся на наш канал, вот, мы здесь будем говорить про змей. Не только про змей. Не только про змей. Ну, даже на змей, да, люди.